Новости на телеканале САМПО ТВ 360. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. На портале будет видно, какая машина находится в каретах скорой помощи, ближе к тому месту, куда она должна будет подъехать для оказания медицинской помощи. Единый диспетчерский центр. Скорую помощь ждут новобведения. Мы не можем сезона готовиться из-за того, что нет условий и возможности заниматься. Обещают сдать в срок. Жители Медвежегорска ждут новый ФОК. Мы забивали, забивали и все-таки добили. 9 побед в 9 играх. Баскетбольные выходные в Петрозаводске. Скорую помощь республике закрепят за единым диспетчерским пунктом. А бюджет Карелии на ближайшие три года сверят в Москве. Об этом шел разговор сегодня на заседании в региональном правительстве. Подробнее Эдуард Тур. Поступления от налога на прибыль в этом году в Карелии выросли почти на 70%. Об этом в докладе. Об основных параметрах прогноза социально-экономического развития республики на ближайшие три года рассказал министр экономического развития и промышленности Павел Буренков. Кроме добычи полезных ископаемых, значительный рост прибыли ожидается в производстве целлюлозы, бумаги, картона и других производствах. О рассмотрении бюджета на 2019 год в правительстве было перенесено до согласования финансового вопроса с Федеральным центром. На следующей неделе руководству региона предстоит встретиться с первым вице-премьером правительства России Антоном Силуановым. На этой неделе должны окончательно сверить все наши вопросы взаимодействия с Федеральным центром по формированию бюджета. И уже после завершения этой работы окончательно сформировать проект бюджета. Министр здравоохранения Марина Швец рассказала о крупных нововведениях. В республике будет проведена модернизация контроля за машинами скорой помощи. Автомобили закрепят за единым диспетчерским пунктом. Эти меры должны сократить время приезда скорой помощи и приблизить целевой показатель к 20 минутам. Систему планируют ввести к 2020 году. На портале будет видно, какая машина находится в каретах скорой помощи, ближе к тому месту, куда она должна будет подъехать для оказания медицинской помощи. Коснулись и судьбы перенатального центра. Руководитель региона поручил завершить приемку имущества учреждения в кратчайшие сроки. Министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин пообещал, что здание перейдет в собственность республики в течение двух дней. Больше времени займет передача движимого имущества, так как проверить нужно 11 тысяч единиц медицинской техники. Без юридических всех процедур мы просто не можем, опять-таки, юридически начать работу уже центра, который, по сути, готов к приему пациентов. Поэтому сейчас на вас, так сказать, здесь вся ответственность. Поэтому у меня просьба все-таки 1 ноября завершить работу по своей компетенции. Она будет завершена, Анатолий Викторович. Напомним, начало работы учреждения и первый прием пациенток пока запланированы на ноябре. Эдуард Тур, Борис Касьянов, САМПДВ 360. Пудожские новоселы обратились за помощью к главе Карелии. В социальных сетях они написали Артуру Парфенчикову о проблемах в новом доме, построенном по программе расселения аварийного фонда. Руководитель региона побывал в новостройке и пообщался с жителями во время поездки в Пудожский район. Подробности у Натальи Кузьминой. Обращение к Артуру Парфенчикову и жители дома на улице Карла Маркса писали вместе. 79 пудожан отпраздновали новоселье зимой прошлого года. Радость от переезда длилась недолго. Вытяжки неправильно сделаны. Воздух попадает, не вытягивает воздух с вытяжек, а наоборот, холодный воздух заходит в квартиру. Невозможно находиться в квартире. Свет в калидорах у нас нету свету. Одна лампочка на все подъезды. Выключателей нету. Весной проблем прибавилось. Когда снег на крыше начал таять, квартиры третьего этажа стало заливать водой. В одной из них живет 85-летняя Людмила Захаровна с дочерью. В пудожскую новостройку они переехали из Шалы. Пенсионерка пригласила Артура Парфенчикова в гости. Показать последствия протекающей кровли. Зайдите, пожалуйста. Зайдите. Там протекает все. Вот с этого все текет. Стоят тазики. Но там уже плесень пошла. Министр строительства Карелии Олег Ермолаев объяснил, на кровле ветром загнула парапет, и вода стала затекать под гидроизоляцию. Подрядчик уже устранил эту проблему. Осталось дождаться дождя и проверить качество работы. Обещал лично проконтролировать. Затем останется сделать косметический ремонт в подъезде и в квартирах. Другая проблема жильцов дома – повышенная плата за тепло. Из-за того, что теплоузел до сих пор не передан ресурсоснабжающей организации, жители вынуждены платить по нормативу, а не по счетчикам. В результате сумма увеличивается почти в два раза. Представители подрядчика, управляющей компанией и местной администрации на месте не смогли выяснить, где находятся документы на передачу теплоузла. В переводе в эксплуатацию они не передали, не ввели этот теплоузел, никому не передали. Где документ? Документ покажите. Есть только паспорт на счетчик, все. Оставайтесь. Ну, я понял. Вот прямо сейчас, до совещания, вот вам три часа, разбирайтесь, ищите документы. Вот глава управляющей компании, подрядчик, вот это все доведите до ума. Сейчас, безусловно, я приехал сюда, потому что на прямой связи с жильцами, и, как говорится, чаша терпения переполнилась, поэтому всех здесь собрал, включая министра, подрядчика, главу района, управляющую компанию. Ну, понятно, наведем порядок, но хотелось бы, чтобы работала система. Всего за время работы программы переселения граждан из аварийного фонда в Пудажском районе ключи от новых квартир получили более 300 человек. Наталья Кузьмина, Владислав Будников, Сампо ТВ 360, Пудаж. Жители Медвежегорска ждут новый ФОК. В центре города началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы проходят в рамках подготовки к столетию республики. Подрядчик обещает сдать здание в эксплуатацию в следующем году. Все подробности в нашем сюжете. Так выглядит зал Медвежегорской спортивной школы номер один. Ухоженный и чистый, но требования спортсменов не отвечает. Здание уже более полувека. Здесь занимаются около трех с половиной сотен ребят, в том числе дети из поселка в Пиндуши и Повенец. Мы ездим с поселка в Пиндуши сюда, в Венгару, пять раз в неделю. Ну, потому что у нас, кроме спорткомплекса, где волейболом занимаются, ничего нет в поселке. Поэтому мы решили, что ребенок будет заниматься здесь. Среди дисциплин в школьном расписании – лыжные гонки, горные лыжи, бокс и дзюдо. Для любителей зимних видов спорта есть даже трасса с подъемником. Тем не менее, директор спортшколы говорит, что весной и осенью подготовить ребят с соревнованием как следует не получается. Началась осень, дожди, короткие тренировки проходят, мы не можем сезоном готовиться из-за того, что нет условий и возможности заниматься. С появлением в городе нового физкультурно-оздоровительного комплекса возможностей станет больше. Его построят, по примеру, Суоярского фока, который ввели в строй в феврале прошлого года. Ожидается, что в новое здание переедут гимнастки, а также любители боевых искусств. Ждут и остальных. Я очень надеюсь, что совместными усилиями нам удастся этот объект ввести в срок, и горожане, и жители Медвежегорского района получат новый спортивный объект, очень качественный, в котором будут заниматься и взрослые, и дети. Сейчас территория, где появится ФОК, уже огорожена. Работники закладывают плиты под фундамент. Смонтировать каркас здания и перейти к внутренним работам планируют до конца года. За счет бюджетных средств в республике уже построены похожие комплексы в Костомукше и Суоярве. В рамках социального проекта «Газпром детям» также появились ФОКи в Питкиранте, Сартовало и Петрозаводске. Уже завершается реконструкция первого этапа футбольного поля в Беломорске. Строится региональный центр гимнастики в столице Карелии, хоккейная площадка в Кими и школа высшего спортивного мастерства в Яугубе. В рамках федеральной целевой программы развития республики Карелия до 2020 года мы приступаем к реконструкции еще целого ряда спортивных объектов. Это стадионы в районах республики Карелия, поселок Боровой, Оланец, Сартовало, Сегежа, ну и еще ряд спортивных объектов. Провести первые занятия в новом физкультурно-оздоровительном центре спортсмены из Медвежегорска, скорее всего, смогут уже в июле будущего года. Эдуард Тур, Борис Касьянов, САМПДВ 360, Медвежегорск. Врачи республиканской больницы провели приемы в Лоугском районе. И мультимедийный проект «Поморский ковчег-дневник» получил грант. Некоторые новости Петрозаводской Карелии коротко. Врачи республиканской больницы имени Баранова проконсультировали более 200 пациентов в Лоугском районе. В составе бригады врачей работали пульмонолог, лора, офтальмолог, невролог, эндокринолог и кардиолог. Приемку имущества перинатального центра в Петрозаводске должны закончить к 1 ноября. Учреждение планирует начать прием пациенток в ноябре. В Петрозаводске состоится акция по сбору одежды, обуви и товаров первой необходимости для нуждающихся семей. Мобильный пункт центра «Истоки» будет работать 24 октября у общественного центра на Древлянке и 25 октября у торгового центра «Добрыня». Вещи можно приносить с 18 до 20 часов. Сотрудники Министерства финансов республики подарили два десятка книг эссельской библиотеки. Сотрудники ведомства приняли участие во флэш-мобе «Подари книгу». Акцию поддержали различные учреждения и организации Карелии. 1 и 2 ноября Национальный театр Карелии отправляется на гастроли в Кеме-Беломорск. Жители этих городов увидят этносказку по мотивам повести Александра Леневского, «Листы каменной книги» и премьерную постановку «Машина едет к морю» по пьесе современного драматурга Алекса Бьерклунда. Молодой союз кинематографистов Карелии получил из фонда президентских грантов финансовую поддержку на мультимедийный проект «Поморский ковчег-дневник». Задача проекта – представить нашу республику в ее первозданной красе. 20 мужчин и женщин сели за учебники, чтобы научиться финансовому планированию, финансовой безопасности и финансовой самостоятельности. Сегодня в Карелии стартовал проект, организатором которого выступил Банк России. Светлана Воробьева подробнее. Четыре раздела образовательной программы за четыре дня занятий. Слушатели школы финансовой грамотности научатся планировать и экономить, получать финансовые услуги, например, открывать вклады или получать кредиты, а также узнают, как пользоваться электронными сервисами и обезопасить себя от мошенников. Занятия проведут преподаватели Института экономики и права Петрозаводского госуниверситета. Мы должны научить наших уважаемых пенсионеров пользоваться той информацией, которая до них доходит, чтобы они умели критически ее оценивать, критически мыслить и понимать, что если, допустим, какая-то компания обещает 30% годовых, 100% годовых, чтобы уважаемые жители просто бы насторожились. Курсы проходят на базе национальной библиотеки. Сюда записались, наверное, одни из самых активных пенсионеров. Все они пользуются компьютерами, ведут странички в соцсетях и сталкивались с кибермошенниками. Взломали мою страничку и тоже там же влезли, и тоже просили деньги. И мои глупые подруги, которые быстренько позвали, быстренько пошли деньги мне отсылать, якобы мне. Потому, конечно, немножко уже в этом деле есть какие-то познания, но лишнее ведь не повредит. Помогать во время занятий пенсионерам будут волонтеры, студенты последних курсов Института экономики и права. Мы будем сегодня помогать пенсионерам освоиться, во-первых, в новом месте, понимать тот материал, отвечать на их возникаемые вопросы, если им что-то непонятно, ну и также показывать на своих электронных устройствах, как можно пользоваться электронными сайтами, которые наиболее часто сейчас используются, и плюс мобильными приложениями. В ходе обучения пенсионеры будут выполнять практически и домашние задания, пособия и печатные тетради останутся у них после окончания курсов. Товарищеские матчи по баскетболу среди юношей и мальчиков прошли в Петрозаводске. Сразиться в турнире приехали команды из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Москвы и других городов России. От Карелии в состязаниях приняли участие команды баскетбольного клуба «Карелия-юниор», Петрозаводской спортивной школы номер 4 и спортсмены из Кондопоги. За накалом игр на баскетбольных площадках следила Евгения Легкая. Самые младшие участники турнира – 7-8-летние игроки. Эти мальчишки начали заниматься баскетболом совсем недавно, но уже показывают отличные результаты. Матчи юных спортсменов – одни из самых захватывающих и эмоциональных игр, как для самих участников, так и их родителей. Не в каждом городе проводятся игры таких юных спортсменов, рассказывает председатель баскетбольного клуба «Карелия-юниор» Алексей Березин. «Карелия» стала одним из первых регионов, где решили показать, что в баскетбол могут играть не только взрослые. В игре с московской командой петрозаводские баскетболисты показали себя очень достойно. Победили со счетом 25-44. В баскетбол начинали играть ребята с 10 лет, с 11, с 12, когда уже мальчики превращаются в юноши, когда уже физически становятся более крепкими. Мы становимся здесь в авангарде, скажем так, баскетбола российского. И мы показываем, что ребята, в том числе и начальной школы, первого, второго класса, даже детского садика, уже умеют играть в баскетбол. Расписание соревнований составили так, чтобы накал борьбы в каждом матче постепенно повышался. На групповом этапе каждая команда сыграла по три игры. Затем были определены пары, которые разыграли призовые места. Мы играли в 10 утра, победила Карелия, мы проиграли в 7 очков. Нам не хватило защиты, но и в нападение действия были не совсем логичны. Младшая возрастная группа баскетбольного клуба «Карелия-юниор» обыграла соперника со счетом 39-22. Среди юношей в финал вышли команды города Сосновый Бор и клуба «Карелия-юниор». Они сыграли 45-41 в пользу наших. В итоге петрозаводские команды обеих возрастных групп одержали на этом турнире 9 побед в 9 играх. Евгения Легкая, Борис Касьянов, САМПО ТВ 360. Новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко и мои коллеги говорим вам до свидания.